Всем добрый вечер, с кем я сегодня поздоровался лично, мы начинаем очередной урок в понедельной главе, начнем его необычно. Давайте поиграем в игру, готовы? Такого у нас еще никогда не было. Я буду рисовать на доске что-то, вы должны максимально быстро угадать. Готовы? Да. Можете сразу, в течение моего рисунка, давать варианты. Грамита. Нет. Человечек. Женщина. О, не просто человечек, женщина. Я знаю, она несет продукты, еду в храм. Нет. В девятом. Нет. Жестных отношений это не нет. В девятом. Ой, с короной, с принцессой с короной. Нет, это... Это же женщина. Нет, это... Так это, кстати, женщина? Женщина. Женщина оборота. Что-то несет. Кому? Выше берем, какая принцесса. Ну, здесь такой явный намек в этой картинке, что просто вот уже... Вот уже... Ну, мне уже нечего добавить. Корица? Красная шапочка. Да, корица. Великолепно. Супер. Я понимаю, что мое чувство прекрасного, оно гораздо выше, чем мои способности изображать. Но давайте так. Вот у нас есть образ красной шапочки. Все тебе представили, там, как в сказке, как в мультике. Не суть. Представьте себе образ. Да, какой самый главный элемент в образе красной шапочки? Шапочка. Вроде бы шапочка. Правильно. Почему? Это отличительная черта ее. Отличительная черта. А если мы будем говорить не про ее внешность, а про нее как про персонажа? Пирожки. Что у нее вот в этом образе самое главное? Пирожки. Пирожки. Корзиночка. Правильно. Но из-за того, как работает наш мозг, из-за того, как работают разные штуки, мы обращаем внимание всегда на что? На детали. На детали. Особенно яркие. Красным цветом такой, который сразу бросается в глаза. Мы на прошлом занятии немножко говорили про красный, но это никак не связано с прошлым занятием. Особенность, которая есть у красной шапочки, чаще всего мы не обращаем вообще на нее внимания. Если вас попросят в двух словах рассказать, о чем эта сказка, что вы расскажете? О, начнут рассказывать про серого волка, про то, как кто-то хотел съесть, про все вот эти вот детали, но чаще всего про суть того, что сказка на самом деле о том, как эта девочка любила свою бабушку, и, собственно, единственное, что она умела делать хорошо, она ради нее и сделала, эти пирожочки, да, которые она ей несла. Про это все уходит на второй план. То есть никто не скажет, что красная шапочка – это сказка про любовь внучки к бабушке. Какая параллель с нашей недельной главой? Что общего? Есть соображения? В нашей недельной главе надо покажать любовь к сему. А более четкие параллели есть? Нет, это не должно быть, я и вчера не читал. Давайте, давайте начнем читать нашу главу, и тогда мы увидим это гораздо ярче. Страница 8, 4, 5. Специально написал, что повторять не пришлось несколько раз. Ну, кто хочет? Спасибо. Когда вы придете в страну, которую Господь ваш Бог отдает вам, как удел, и овладейте ей, и поселитесь в ней, то возьми первые плоды урожая, собранные тобой на твоей земле, которую Господь твой Бог отдает тебе. «Положи их в корзину и приди на то место, которое Господь твой любовь изберет как обитель для своего имени. Подойди к священнику, который будет в то время, и скажи ему, «Говорю я сегодня Господу, твоему Богу, что я пришел в страну, о которой Господь поклялся нашим братцам, что отдаст ее нам. Пусть священник возьмет корзину из твоих рук и поставит ее перед жертвенником Господа, твоего Бога, и ты возгласи пред Господом твоим Богом. Мой праотец был скиталец армии. Он пришел в Египет с немногими людьми и жил там, как в переселении. Там он стал великим, сильным, многочисленным народом. Египтяне же относились к нам скверно, они угнетали нас и принуждались в тяжелой работе. Мы воззвали Господу, Богу наших праотцов. Господь услышал нас в зов, увидел наши бедствия и непосильные труды, увидел, как нас угнетают. Господь вывел нас из Египта мощной рукой и просертой злойю, явив страшные и великие дела, знамения и чудеса. Он привел нас на это место, отдал нам эту страну, землю, исключающую молоко и мед. И вот я принес первые плоды земли, которые ты, Господь, отдал мне. Поставь корзину пред Господом твоим Богом и склонись перед Господом твоим Богом. Радуйся всему тому славу, который Господь твой Бог отдалил тебе и твой дом. Радуйся и ты сам, и левит, и переселенец, что живут среди нас. Точка. Здесь у нас смысловая остановка и, как можете заметить, устали читать? Нет. Ну, так, насыщенно, да? А остановиться-то негде посредине, потому что это идет все рассказ, идет описание всего одной крайне простой заповеди. В чем заключается эта заповедь? Первый урожай надо... Первенки, первый урожай нужно было принести в храм к священнику. Теперь, эта заповедь называется, на ингредице, бикурим. Бикурим, то есть первенки. И об этой заповеди мы сегодня поговорим детально, вглубь и вширь, как говорится, будем ее разбирать по всем косточкам, по всем нюансам, потому что заповедь на самом деле очень особенная. И особенно она в большей мере даже не интересна, она в большей мере даже не техническими процедурами, которые происходили, хотя, как мы видим здесь, они довольно детально описаны, а общим посылом, который несет эта заповедь. По прощенному тексту вопросы есть? Какие-то непонятные слова? Есть непонятные моменты, говорили сегодня Господу Твоему Богу. Почему Твоему? Почему Твоему? Потому что это идет обращение к священнику. На самом деле мы будем детально разбирать, как проходила вся эта процедура, и в самом техническом процессе мы увидим, как это хорошо вкладывается в текст. То есть нет здесь какой-то особой глубины в этом процессе. Окей, давайте по порядку, как же все происходило. Сделаем небольшое вступление. Или даже отступление. У нас уже сложилась традиция, мы начинаем наш урок с того, что мы рассуждаем о том, какая наша глава особенная. И наш урок не исключение. Особенность нашей главы заключается в том, что она является неким прекращением, концовкой того диалога, который идет между, или как мы уже говорили, точнее будет сказать монолога, между Моше и еврейским народом. И евреи вот-вот должны зайти в святую землю. Моше туда не зайдет, потому что Бог ему уже сообщил о том, что он скончается еще до этого. Моше, не теряя возможности, наставляет евреев на то, чтобы они себя правильно вели. И вся наша пятая книга Торы, она посвящена чему? Этому наставлению Моше еврейского народа. На протяжении всей книги длится этот монолог. И наша глава является заключительным моментом. Именно в нашей главе Моше говорит две последние вещи, концептуально важные для еврейского народа, перед тем, как они зайдут в святую землю. Что это за вещи? Это две заповеди. Первая заповедь, которая дается, это, собственно, наша, которую мы только что прочли, это бекулин. Заповедь о том, что нужно приносить первые плоды урожая. И вторая заповедь тоже связана с аграрными процессами, это заповедь масс-род, заповедь десятин. О том, что после этого процесса нужно отдельно отделять десятину от урожая, который был. Это отдельно интересный момент. Если это заключение, то, скорее всего, это должна быть кульминация. Тогда, наконец, оставляют все самое интересное. Правильно? Я слышал от одного раввина о том, он довольно выдающийся лектор, такой, с большой буквы. Он говорит, что он в своей молодости, когда-то он евретоязычный, в своей молодости он присутствовал на таком вот собрании лекторов по иудаике, и к ним приехал бывший главный раввин Израиля, он сейчас уже не в этом мире, он уже скончался, и дал выступление вот этим вот начинающим лекторам. Говорит, что обычно, да, чем вот мы с вами про красную шапочку начали? Ну, любой лектор знает, что занятие надо начать ярко. Да, начинаешь ярко, все занятие пройдет хорошо. Да, ты поймал фокус первые эти 12 секунд, там или сколько, да, но те, кто немножко занимаются всеми этими делами выступлений публичных, знают о чем я. Но забывают о самом главном. Начинают ярко, а заканчивают обычно. А суть она заключается в том, с чем человек выйдет с занятия, а не как он проведет это занятие. Он говорит о чем? О том, что заканчивать нужно не менее ярко, чем начинаешь. Потому что то, с чем ты заканчиваешь, с этим человек и выходит. Ты когда ведешь какую-то важную беседу, точнее, не обязательно проораторское мастерство, ты когда человеком ведешь какую-то беседу, ты в конце подведешь итог, скажешь самое главное, чтобы он уж закончил эту беседу, и он ушел с мыслью о самом важном, что было в этой беседе. У нас в Мушеве идет такой важный монолог, такой важный диалог, не знаю, с еврейским народом. И в конце о чем он говорит с ними? О двух заповедях. Первое. Дальше идут проклятия, но это уже идет некое воспоминание того, что было. А вот некий призыв к действию, вот здесь заканчивается в нашей главе. Теперь, к чему Мушев призывает? Вроде бы к двум совершенно простым заповедям. Каким? Это заповедь принести первые плоды и заповедь отделять десятину. Вроде бы, что уже в этих заповедях такого особенного? У нас были неимоверно важные заповеди о том, как еврейский народ должен строить отношения со Всевышним. О том, как нужно Бога любить, как нужно в Бога верить. Да, основополагающие заповеди, которые являются фундаментом всей нашей еврейской веры. А заканчивает, может, чем? Вроде бы такими немногозначными заповедями. И это отдельный вопрос, который мы попытаемся сегодня поднять и немножко раскрыть. Да, почему именно этими заповедями заканчивается наша глава. Так что, что вообще у вас с красной шапочкой? А такое имеется в виду количество первых плодов, потому что в корзине, то есть, ну, а у кого-то может быть гитары. О, детально мы еще раз берем. Это может быть, это как улучшение в жизни, или улучшение в жизни, или улучшение в жизни. Просто переговорим, это как посещать кого-то. Вот, ну, это не совсем тот корень, но общая идея говорится именно о первых. Но общая параллель с красной шапочкой на самом деле простая. Это проявление тех чувств и эмоций, которые есть у человека по отношению к тому, кому он несет, кому он делает подарок. Ведь, в конце концов, давайте просто на себя это перенесем. Мы хотим кому-то делать приятно, делаем подарок. В зависимости от того, насколько мы, насколько человек нам важен, настолько мы вкладываемся в этот подарок. Ну, правда, у нас еще есть расчет наших финансовых способностей, да, наших финансовых возможностей, которые мы можем себе поднять. Ну, мы учитываем, что человеку нравится, какие у него вкусы, чего он хочет, в конце концов. Да, и из-за этого, в зависимости от того, сколько у нас есть денег в кошельке, мы выделяем бюджет и покупаем человеку подарок. Теперь, когда подарок он для галочки, потому что в гости с пустыми руками не ходят, можно купить коробку конфеты, на этом все закончится. Когда ты и правда к важному тебе человеку, который хочет ему сделать приятно, ты учитываешь, что ты да. Теперь, красная шапочка все, что умела, от души напекла пирожков и понесла бабушке. Это проявление ее любви. Проявление любви евреев к Богу, это как раз вот эти вот первые плоды. И тут особенность, она на самом деле заключается в следующем. У нас нету почти ни одной заповеди в Торе, у которой было такое детальное описание, и настолько много важных моментов освещались. Теперь, представьте себе, у нас есть заповедь от Феллини. Да, еврейский мужчина должен каждый день возлагать, кроме субботы и праздников, наматывать Феллини, да, надевать Феллини. Это вот вы сказали, какой? Ну, история об этом сказана, ровно одна строчка. И повижи знакам на своей руке, и будут они украшения между твоими глазами, над твоими глазами. Все о том, что Феллин должен быть черным, квадратным, кожаным, это все нам передает устная Тора. Это очень важная заповедь, не менее важная, чем эти вроде бы первенки. Теперь, здесь настолько красочно описывается вся эта церемония. Посмотрите в текст. Поставил корзину, поднял корзину, произнес длинный текст, длинную тираду, не просто какую-то фразу. Так, причем с тяжелой смысловой нагрузкой этот текст, что? И все это описывается, что? Ну, просто первые плоды. Ну, напишите, когда у тебя будут первые плоды, принеси их священнику. Точка. Зачем это все так ярко, красочно, детально описывать? А церемония, на самом деле, была еще более красочной. Ну, давайте по порядку. Сколько нужно приносить первых плодов? Какие варианты? Да, будем технически разбираться в этой заповеди. Десятый. Корзинку, сколько? Это сколько корзин нужно нести, если хочешь принести все плоды? Ну, классно. Мм? Так, скажем, чего? А если у человека помидоры, огурцы и помидоры, это его гектару? А если у меня только виноград растет? Это что, я одну гроздь понесу? Или одну виноградинку? Нет, кстати, а что сказать? Нет, это другая. Десятина? Отдельная заповедь. Не имею еще отношения к этому, никакого. Ну, я читала в комментариях, что там определенные были... Вот такое я читала. В комментариях. О, тут интересный момент. Не от всех видов приносились первенки. Обязанность, которая... Обязанность на человеке, который описывается в этом тексте, речь идет о семи видах растений, которыми славится земля Израиля. То есть, на самом деле, всего от семи видов приносились там. Финики, инжир, виноград, гранат... Эшколь. Эшколь-то гранат. Э, это виноград. То есть, не помидоры, лук, картошка. Но, если у человека было такое желание, он тоже мог взять первые плоды любого урожая, взять сочные, красивые персики, которые у него выросли, какие-нибудь наливные яблочки, и отнести это всего в бог. Теперь, сколько? Да, на этот вопрос мы до сих пор не ответили. Весь урожай нести первый. А жить-то с чего-то надо, кушать что-то надо. Это в комментариях, что выходил хозяин в поле, там где-то еще и замечал, каким-то там, у меня, погадочкой какой-то, что именно было первым? Теперь, мы каждое утро читаем в молитвеннике, у нас есть такая отдельная мешна, которая описывается, что есть разные группы заповедей. Заповеди можно делить на разные группы. Теперь, есть такие заповеди, у которых нету конкретного размера. То есть, любая вещь у нас всегда у него должна быть, да, если заповедь это некий призыв к действию, то любое действие у него должно быть минимум и максимум. Да, вот это минимум для того, чтобы выполнить максимум, больше от тебя не требуется. И заповеди, у которых нету определенного четкого размера. То есть, каждый человек сам для себя решает, сколько он, это то, что мы читаем каждое утро, каждый человек сам для себя решает, сколько он будет давать. А в конкретном нашем случае, этих первенков, они относятся к этой категории, что не прописано сколько. Вот сколько считаешь нужным, столько и отнеси. Тут уже полагается на твою совестность, на твой внутренний порыв и на твое намерение. Теперь, какие плоды, правда, носили, как уже было упомянуто, я как хозяин поля или сада выхожу, вижу, у меня появилась первая гроздь винограда. Я беру красивую ленточку, повязываю эту гроздь, повязываю этот первый гранат, который появился. Наверное, веточку, да, потому что плод он-то еще будет расти. И я на будущее знаю, что вот это те первые плоды. Теперь, я их сразу не срываю. Какой смысл срывать зеленый виноград или не успешный гранат? Это не такое жертвоприношение, которое сжигалось на жертвеннике или куда-то там уходило Богу. Это были реально плоды, которые приносились священнику. И священник эти плоды съедал. То есть должен быть качественный продукт. Поэтому повязывали ленточку, и только потом, когда плод воспевал, когда плод становился пригодным, его уже срывали. И это все уложили в особенную корзину, которая была довольно широкая. Красиво выкладывали эти все фрукты и несли их в место, которое изберет Господь. Что это за место, которое изберет Господь? В храм. Сейчас мы знаем, что это место, это Иерусалим. Иерусалимский храм. Тогда в Храме Иерусалима, в Иерусалиме храма еще не было. Что было? Был этот переносной мешкан, переносной храм, который на протяжении всего странствования по пустыне передвигался вместе с евреями. Как только евреи зашли в Святую Землю, уже после кончины Моше, то, что у нас будет уже, когда мы закончим Тору, они на входе, в районе Шомрона такая территория, не оставили этот переносной храм, и тогда уже начали завоевывать Святую Землю. Евреи, когда зашли в Израиль, в Святую Землю, там им никто на блюдечке не сказал, вот вам ключи от моего дома, живите в нем. Люди там жили, у них были свои участки, свои дома, своя территория, на которой жили поколения людей. Эту Землю нужно было завоевывать. теперь, давайте сделаем небольшой расчет. Описывают мудрецы, что процедура завоевания Святой Земли длилась семь лет. Семь лет велись войны, пока окончательно земля не была завоевана евреями. Но это только полдела. Представили себе карту Израиля. То, что он обещал, она чуть больше, чем сейчас. Это не современная карта, там она немножко другой формы, но все же. Представим себе карту. Теперь, у нас есть 12 семей. Каждому из этого семейства должен принадлежать свой удел. Теперь, завоевать-то завоевали. А теперь начинается самое сложное. Кому какое удел? Поделить. Дележка. Дележка всегда самый сложный процесс. Это не как в этом фильме. Это тебе, это мне. Их там 12. Теперь, 12. Мы бы могли как торт порезать на 12 частей. В прошлый раз почти ровно на 12 порезали уже наш круг. Но только это не круг. И части неравномерные. Потому что одно семейство, одно колено, в нем много людей, другое семейство, поменьше. Соответственно, ты не можешь дать равные части неравному количеству людей. Как вы думаете, сколько делилось дележка? Ой, до сих пор. Это не только дележка, я хочу заметить, не только дележка, это еще постройка домов, приведение в порядок территории. Сколько у нас здесь дома строятся, расскажите мне. Я помню, я родился, я родился в Николаеве, на юге Украины. Когда я уезжал, я был маленьким ребенком. Мне было 13 лет. Спустя 10 лет, я случайно проездом был в Николаеве, так у меня нет ни родственников, толком никого, только всякие там друзья семьи. Я попадаю, город изменился, город красивый, ну, столько лет прошло. Я прошу, и мимо стоит стройка, она ничем за 10 лет не изменилась. Вот как они строили тогда, так они и сейчас строят. У нас процессы построек не такие, могут и на полвека затянуться. Теперь, но даже если мы говорим о какой-то нормальной, активной постройке, ну, сколько занимает построить? А в тех условиях, сколько бы это происходило? Это долгий процесс. Теперь нужно, а, поделить, разделить на части землю, второе, обустроить. А потому что внутри синие стоит вакалерий. Там уже, это уже начинается жизнь. Но до этого, до расселения, ни о какой нормальной жизни и речи быть не может. Так вот, ровно столько же, сколько велись войны и завоевывала земля Израиля, ровно столько же еще происходила дележка. Теперь, дележка была, по слову Бога, тот нужно отдать должное. Но при этом, учитывались все, все количественные запросы, которые были у той или иной семьи. Хорошо? Пока все укладывается? Итого, у нас получается, что евреи начали нормально жить на святой земле только спустя сколько? 14 лет. На 15-й год. Все правильно. И тут у нас интересный момент. Один из классических комментаторов Тора, угадайте, какой? Раша, конечно, который объясняет самый буквальный текст. Он в самом первом комментарии говорит следующее. И будет так, когда ты придешь в страну и овладеешь ею и поселишься в ней. Да, это вступление, с которого начинается наша глава. Заповедь, она активизируется, когда? Заповедь первенков. Мы видим в Торе, когда вы придете в страну, когда вы овладеете ею и когда поселитесь в ней. Мы уже знаем, сколько прошло. 15-й год. Объясняет Раша, этим писание сообщает, что обязанность приносить первые плоды Бекурим вступала в силу только после того, как они овладели землей и произвели ее раздел. То есть, только после 14 лет активизировалась эта заповедь. В чем суть этой заповеди? Как вы думаете? Благодарны за все, что произошло. За эти четвертые бесы. Это как благодарность. Суть этой заповеди на самом деле описывается в тексте, который произносил человек. Даже молитвой нельзя назвать. Это текст. Так вот, порядок, который нужно было произносить, когда приносил эти жертвы. Но давайте по порядку дойдем до текста. Мы уже сказали, что все вкладывалось в красивые корзиночки. с этими корзинами евреи шли в храм. Как это все происходило? Тут мудрецы описывают крайне всю красоту и церемониальность процесса. Во-первых, брали быка. Быка за рога. Брали быка и неспростая сказала, за рога, потому что ему украшали всячески рога и пускали его вперед всей колонны. Несмотря на то, что эта заповедь индивидуальная обязанность каждого человека, все же все ее исполняли массово, группово. Это был целый такой фестиваль. Люди направлялись целой толпой в храм относить вот эти корзинки. Впереди шел бык с украшенными рогами, красиво, чтобы это все было. Он возглавлял эту колонну, этот парад. Дальше шли музыканты и пишутся. Люди танцевали и восхваляли Бога. А за ними уже шли все люди, которые были с этими корзинками. Это все красиво, весело, с песнями, с танцами. Это целое событие. Это реальная церемония, подобно которой мы в Торе почти не находим нигде. Тогда они доходили до храм, каждый брал свою корзинку, приходил к священнику, и так как мы говорим, что это все делалось синохронно и массово, тогда все произносили вместе слово в слово этот текст, который мы здесь прочитали. Который в кавычках. Открытый текст. Но интересный момент. Так как из присутствующих были люди разные, кто-то был образованный, кто-то не очень. для того, чтобы не было стыдно никому, был такой порядок, что был один человек, который руководил всем этим процессом. Да, ведущий этого мероприятия. И он произносил слово в слово, а люди за ним повторяли, чтобы даже те, кто не умели читать, все равно массово не отличаясь ни от кого, могли произнести это. И тогда ставилась эта корзинка рядом с жертвенником. Не на жертвенник, чтобы показать, что это не жертва, которая пойдет, будет сжигаться для Господа. Да, это не уничтожается. Это все пойдет на еду священникам. Священники примут эту жертву. И, в общем-то, так заканчивалась эта красивая процедура. Но, так как люди уже собрались в храме, они никуда расходиться не собирались, так как уже есть повод, повод собраться все вместе, устраивалось крайне радостное мероприятие, разные там вечеринки разного рода, да, и общественное гуляние. Такая вот красивая заповедь. Посыл этой заповеди, он на самом деле крайне прост. Он скрывается в том тексте, который читал человек, когда приносил эту жертву. Точнее, мы уже знаем, что не читал, а повторял слово в слово. Начинается он с того, что говорю я Господу, обращение сейчас, я сейчас буду обращаться к Богу, с другими словами. И дальше, что рассказывается, какому Господу, который поклялся нашим праотцам, что отдаст нам землю. И дальше идет перечисление. Говорит, мой праотец, дай немножко перескакиваю, смотри, он говорит, мой праотец был скиталец армии. О чем речь? Какой праотец? Авра-Абрам. Вроде бы, Авра-Абрам был армиец. Нет. На самом деле, здесь у нас перевод, который есть в данном издании на русский язык, он выбирает такую трактовку, что речь идет о врате. Есть другой комментарий, который более распространенный, более интересный. Он говорит о том, что когда наш праотец был у арамейца, да, можно перевести двояков, и так этот текст, и так, у кого из арамейцев были наши праотцы, и яков был у Лавана, мы начинаем перечислять те беды, которые были с нашим народом. И первая беда, которая перечисляется, это те злые умыслы, которые строил Лаван по отношению к своему зятю Якову. И дальше перечисляется следующий эпизод, который был неприятным с нашим народом. Это какой эпизод? Дальше говорится про Египет. Говорится, берется две отправные точки, и они освечиваются как самые неприятные события, которые были в нашем народе. До того нет. А теперь Бог меня привел в святую землю, и вот мы уже дошли до успокоения, до своего удева. Это общий посыл текста. Этот текст наполнен посылом благодарности Богу, за то, как тяжело нам было, и что сейчас мы оказались в святой земле. общая идея всей этой заповеди это на самом деле проявление благодарности к Богу. И это есть основной пост. Я хочу затронуть чуть позже несколько моментов, которые на самом деле немножко сложны в данном тексте. Все мы знаем нашу историю, по крайней мере от Авраама до того, как евреи попали в Египет. У нас было крайне много неприятностей и более широкого масштаба неприятностей. Какие вещи упоминаются здесь? Всего две. Почему именно эти вещи выбраны? Об этом чуть позже. Общий посыл нашей заповеди это то, что человек должен быть благодарным Богу. И это то, о чем наставляет мошен евреи перед тем, как он уйдет из этой жизни и перед тем, как они зайдут уже в новую жизнь, в святую землю. Есть такая история, притча, не знаю, о том, что была семья, молодая семья, очень счастливая. Счастливые родители, забеременела жена, все порахают отчаясь, рождается ребеночек, здоровый, красивый, мальчик, все как надо. проходит время замечать, что ребенок не разговаривает. Они начинают ходить к логопедам, к врачам, может быть, задержка с процессом, с процессом, сначала речи, ведь у каждого ребенка это индивидуально, у кого-то позже, у кого-то раньше, уже проходят все сроки, ребенок уже два года, а он еще не разговаривает. Он не разговаривает. Они начинают ходить уже по раввинам, по праведникам, просить всякие советы какие-то, делать уже все возможное. Да, медицина ничем не может помочь, медицина даже не видит проблемы. А врачи говорят, мы не знаем в чем проблема, мы не знаем как вам помочь. Приходят к раввинам, раввины тоже говорят, ну, все возможное, что мы могли посоветовать, мы уже посоветовали. Родители в отчаянии. Ребенку уже три года, он все еще не разговаривает. И вот в один прекрасный вечер садятся они за семейный ужин, мать, отец, ребенок, берет ложку каши и говорит, фу, какая гадость. Сами смотрят такими глазами, говорят, а что ты все это время молчал? Да это все устраивало. Да это все было, как я хотел. Природа человека, она построена на том, что мы чаще всего будем реагировать на негатив, который происходит. Это будет наше недовольствие, чем наша удовлетворенность. Если у нас все хорошо, мы чаще всего не будем ничего говорить. Правильно? Как же работает? Ну, о чем говорить, если все хорошо? И в этом заключается центральная проблема, которую мы будем сегодня разбирать. Заповедь, которую передает Муше, будет правильнее сказать, о первенках, она олицетворение этой насущей и важной темы. И эта тема является тема благодарности. неблагодарности является неким ключом, я не побоюсь этого слова, к решению очень многих проблем, которые у нас есть в жизни. Да, и не то, чтобы я психолог или какой-то коуч, но если мы просто задумаемся над этой темой, мы поймем, что все очень красиво выстраиваясь. Вообще нам сложно делать комплименты, вы замечали? Вообще, честно, меня раздражают люди, которые у меня все время делают комплименты, если честно. Но, скорее всего, меня это раздражает по причине того, что они делают комплименты по привычке, как вы говорите. А вы не привыкли слушать их? Тоже может быть. Но я не привык слушать как раз из-за той проблемы, которую мы сейчас озвучиваем. Потому что всем тяжело делать комплименты в большемстве своем. Я сейчас говорю про искренние комплименты. Это же двухстороннее. Не то, что все плохие, я хороший. Это одинаковая проблема в равной мере у всех. Нам тяжелее сказать о том, что, не знаю, нам приготовили ужин, старались, обычный суп. Мы будем его расхваливать? Нет. Но если суп будет невкусным, мы обязательно об этом скажем. Но в семье, да, вы старые семьи, я не знаю, как вы, по-моему, обморковки в семье, был принят благодарить всегда родителям за курс, за одежда, за вас. Но в некоторых семье, да, после увлечения нет. Но это больше... Опять же, тут центральное слово привычка. Это некие правила этикета, да? А в некоторых семьях по имени и отчеству к родителям, да? Но это некие правила этикета, которые на самом деле, это же не внутренний порыв сказать, как мне приятно сейчас, что я кушаю нормальный суп. Типа, это же нормально, так чего нормально озвучивать? на 100% права. И в этом вся проблематика, что мы чаще будем говорить то, что нам неприятно, озвучивать для того, чтобы это прекратилось, понятное дело. Но мы не будем говорить о том, как хорошо, что все нормально. Вообще интересно, что как на иврите называется еврей? Еврей. Как евреи на иврите называются? Еудим. От слова Еуди. Откуда пошло такое название? От колена Егуды. Великолеты. А почему именно это название было выбрано? Потому что его колено осталось на стороне еврейского царства, и они были в сумме, колено было царство, и они остались в этом, где два колена в правильном царстве, поэтому... Они были в большем цвет, скажем так. Ну, нет, как раз было меньше. Но они остались. Они остались в большем цвет. Да, и все потом другие страны называли истарство Египет, потому что они были... Это красиво. Это красиво. И нет, я не говорю, что это неправильно. Но просто согласитесь, что если такая вещь, она фиксируется на все поколения, наверное, в ней должен быть какой-то более глубокий смысл, чем техническое объяснение, почему так произошло. Могли бы с тем же успехом называть как-то по-другому. Сами придумайте как. Я уверен, что по-разному евреев называли в то время. В том числе не евреи, которые окружали народы, которые были вокруг. Почему именно евреи, а весь секрет он скрыт в чем? Мы сейчас глубже копаем, чем исторический план. Имени Игуда. Почему Игуда назвали Игудой? Объясняет нам само Тора, что в каждом имени был некий смысл, смысловая нагрузка. Корень слова Игуда это слово Одаа. Одаа в переводе с эврита благодарность. Да, и это то, с чего каждый еврей начинает утро. Когда еврей проснулся, он благодарит Бога за то, что он вернул ему душу. Модель они. Модель тоже от слова Одаа благодарность. Благодарю. То есть на самом деле название нашего народа несет в себе эту концепцию постоянной благодарности. Но вот название несет А вы благодарны а жизнь не несет. И это не было бы так смешно, если бы это не было так грустно. И мы можем посмотреть на протяжении всей истории много событий, которые с нами происходили. Посмотрите на историю с Адамом и Хавой. Первые люди на земле. Адам и Ева. За что они были изгнаны из Ра? Проанализируйте не детально. Кто-то взял какой-то плот глобально. За что они были изгнаны? Они живут в Раю на всем готовом, все идеально. Одно только условие соблюдать. Как это можно называть по-другому? Уважение. Это неблагодарность. Когда тебе говорят, что прояви уважение, вот это не делай. Они не проявляют это уважение. За это мы живем сегодня так, как мы живем. Да, никто из нас не живет в Раю. Мы живем в том мире, в котором мы находимся. В мире, в котором есть и зло, и войны, и смерть, и так далее. Не будь этой неблагодарности с самого начала, мы бы до сих пор все жили в Раю. Мы бы жили в идеальном мире. не знаем ничего, как сегодня мы живем. Наоборот. Наоборот. У нас бы была вселенская мудрость, мы бы познавали. Да, если бы нет у нас такого познания. Даже он был из-за себя бы вообще. Мы стали вот такими, я извиняюсь, что я обобщаю, как раз из-за того, что исчез идеал из мира. Это финал в смысле. Да. Все было идеально. Во всех аспектах. И то, к чему мы стремимся, это вернуться к этому идеалу. Если по-простому. Ошибиться мог, как мы видим. И на протяжении всей истории, посмотрите, Бог вывел евреев из Египта. Евреи в протяжении всего странствования по пустыне жили на всем готовом. И дайм с неба падала. И вещи автоматически стирались прямо на них. И облакославы их защищали от солнца, от дождя, от ветра, от скорпионов, от всего на свете. И вместе с ними живой источник все время двигался, им даже не надо было менять вот эти баллоны. И что они говорят? О, нам чеснока и арбузов не хватает. Это еще мягкая претензия, которая была. А по-крупному они говорят, зачем ты нас сюда привел? Мы умерли в Египте. И вообще как нам там было хорошо, когда мы были рабами. То есть постоянно делается добро, но это добро совершенно не ощущается. И это некая природа присущая не только нашему народу. Но у нашего народа это явно проявляется тоже. И есть такая интересная вот как раз коучи любят рассказывать эту историю. Нет, если бы я был коучем, я бы не сказал, что они любят рассказывать эту историю. Просто бы я начал рассказывать. Ну, я как-то ее слышал, этот рассказ был на 40 минут, но у нас нет столько времени. Сокращаю историю следующую. Был некий очень богатый человек, залез на небоскреб, начал разбрасываться деньгами, долларовыми купюрами. Они летели там по улицам, падали на землю, люди поднимали эти купюры, собирали по карманам, распихивали. И никто даже не посмотрел наверх на крышу, что там стоит мужчина и бросает эти деньги. Теперь он хотел всем помочь, он разбрасывает эти деньги направо и налево. Только на него никто не обращает внимания. Тогда он додумался, что он сделал, как вы думаете? Нет, он взял камень и сбросил вниз с крыши. И когда он сбросил камень, все посмотрели наверх и начали ругаться, что это он пуляется камнями. Да, хулиган. То, что деньги с неба падали, их совершенно не беспокоило. А то, что камень полетел с неба, это уже так не должно быть. Деньги должны с неба падать, а камни не должны. И это природа человека. Она заключается в том, что мы видим вещи, обращаем внимание на те вещи, которые нам неприятны, а вещи, с которыми нам все хорошо, мы на нанести внимания не будем обращать. Почему? Вроде так и должно. Это природа неблагодарности. Мама звонит дочкам маме и говорит, мой муж такой негодяй, такой неблагодарный. Я ему дала на ужин гречку, а он даже не поблагодарил меня. Да, знаете, это анекдот. Он даже не поблагодарил меня. Мать начинает учить ее жизни. Она говорит, ну вот ты расскажи мужу, что эту гречку, сколько ты стояла на кухне, сколько ты ее варила, сколько ты ее готовила, чтобы он понимал, что это процесс не само собой. Она говорит, что еще варить надо. И не замечать благодарность нам легче, чем замечать благодарность. То есть это уже углубление в процесс. Но тут основной посыл, который идет в нашей главе, это то, к чему ведет Моше. Моше говорит о том, что у вас была долгая история. История на протяжении всей истории вы себя проявили не лучшим образом. Но сейчас начинается новый этап, новая эпоха. Эпоха, в которой вы уже будете сами хозяевами своей земли. Никто вам с неба ничего бросать не будет. Никакой ман вам спускаться не будет, одежда ваша стираться не будет. Вы должны теперь обрабатывать землю, строить себе дома, налаживать инфраструктуру, общаться друг с другом, вести какие-то бизнесы. Только тогда у вас будет то, что вы захотите. И вот тогда быть благодарными еще сложнее. Почему? Если им было тяжело быть благодарными, когда все само собой подошли, то в момент, когда я своим потом, своей кровью, своим физическим трудом спахивал это поле, сеял урожай, собирал его, обрабатывал, пек, варил, готовил, строил. Кто это все сделал? Я это все сделал. А то, что могло такого и вообще не произойти, что у тебя что-то в жизни есть, об этом даже никто не задумывает. и поэтому основной посыл, который в муше нагружает эту заповедь, он как раз основополагающий. Не надо быть неблагодарными, хотя это в природе человеку, но нужно всегда обращать внимание на то добро, которое тебе посылает Бог. Можем увидеть, что есть люди с одинаковым жизненным путем, закончили одни школы, одни институты, получили одну профессию, один почему-то зарабатывает деньги, другой не зарабатывает. Что, один старался меньше другого? Нет, одно бы так сложилось, другого так. То есть, ты мог сейчас бы и не зарабатывать эти деньги, которые ты зарабатываешь. А, у тебя был твой ровесник, с которым ты вместе занимался спортом, и вообще очень следите за здоровьем, и так далее, и так далее, а вдруг он взял и умер. Типа, то, что ты просто здоровый сам по себе, этого уже недостаточно. А это те вещи, на которые человек не обращает внимания, потому что это воспринимается самим собой. Это одно из комментариев на молитву Мадеани, которую каждый еврей читает утром. Что мы благодарим Бога, что он вернул вам душу? А мог-то и не вернуть. А сколько здесь засыпается и не просыпается? Я не буду сейчас углубляться детально в весь процесс возвращения души и так далее. Ну, по-простому, буквально воспринимая текст. Ну, мы проснулись, уже надо благодарить Бога за все эти мелочи, которые происходят. Благодарить нужно. Нужно своими, но не забывайте о текстах. А можно благодарить за то, что это был сон? За все, что происходит с нами в жизни нужно благодарить. И это основная золотая нить, которая идет на протяжении всех этих заповедей, что это тяжело, это не свойственно. Нужно понимать, что то, что у нас есть, это просто центральная идея. Окей, мы поняли, да? Все важно. Хорошо. Давайте вернемся к первому комментарию, который я читал, по поводу того, когда эта заповедь входила в силу. Мы сказали, на какой год? На 15. А теперь? Следующий вопрос. Евреи зашли, пересекли Иордан, начали завоевать землю Итраиля, кто-то завоевал быстрее, кто-то, у кого-то процесс дольше, мы сказали, что процесс завершился спустя 7 лет. Но происходил то он неравномерно, кого-то войско разбили сразу, а с кем-то дольше воевали. У кого-то уже есть поле, уже есть урожай, у кого-то уже есть плоды. Что ему говорит Тора? Нет, вы сначала придите в страну, потом овладите ее, а потом поселитесь с ней. И только потом, и только потом входит в силу, активизируется этот заповедь с первым плодом. у меня уже есть поле, у меня уже есть урожай. То, что там где-то через всю страну до сих пор идет война, не отменяет мою обязанность благодарить Бога за те плоды, которые у меня уже есть. Другими словами, упрощая вопрос, кто-то на протяжении уже десяти лет мог исполнять эти заповеди благодарить Бога, который ему говорит, нет, подожди, еще не пришло время. где же вся суть благодарна. Если есть возможность благодарить, почему я не могу, почему я должен ждать всех? Ну, как вы думаете? Ну, заповедь-то индивидуальная. заповедь-то не не в педагогах. Это то, что объясняет Russia, что заповедь активизируется только когда все процессы закончатся, вся страна будет завоевана, все расселятся по своим домам, только тогда это вступает в сель. Не верно. У кого-то это было, кто-то уже поселился, почему он индивидуально не мог исполнять эту заповедь? Ну, потому что не модному была дана земля всему народу. Ну, его-то удел уже есть. Ему есть за что благодарить? У него развели уже помидоры? А ему конкретно говорится даже не благодарить? А ему говорят, нет, ты подожди, подожди еще восемь лет. То есть уже все буквально если бы благодарить этого, то до этого не надо. Более того, у нас есть такое очень одно из самых основополагающих правил поведения поведения, к чему нас призывают наши мудрецы. Они говорят так, зрезим магдемим ламит свод. Общий посыл идет такой, что как только у тебя есть возможность исполнить заповедь, нужно сразу пользоваться этой возможностью. Не надо это говорить, не надо переносить на потом, завтра сделаю и так далее. Если переводить дословно, это шустрый исполняет заповедь первой. Общий посыл заключается в чем? Нет завтра, нет вечера. Вот сейчас у тебя есть возможность, сейчас ей пользуйся. Исходя из этого общего посыла, ждать еще семь лет, ждать еще восемь лет, ждать еще четыре года. А к чему это все ждать? Если у тебя есть возможность сейчас поблагодарить Бога. Знаете, такой интересный, был такой интересный раввин, он был раввином Египта. Уже интересный. И у него есть сборник такой, у него есть респонса, где он отвечает на всякие вопросы из его раввинской практики. И он описывает следующий кейс. Был некий еврей, которого египетские власти заключили под стражу. Осудили его за укрытие от налогов или за обман или еще за что-то. Не знаю, справедливо, не справедливо, не суть. Суть, что он сидит в тюрьме. Теперь, судя посему, его адвокатом или кто, ему удалось выбить такую очень интересную скидку снисхождения. Ему суд дал возможность один день, использовать один день в году как свободный. То есть, он весь год под заключением может для себя выбрать один день, когда выйдет на свободу, когда проведет день на свободе. Этот человек спрашивает раввину вопрос, а какой мне день выбрать? В чем логика? В тюрьме он не может ни молиться, ни соблюдать шаббат, ни соблюдать еврейские праздники, ни паститься в емки курт, условий никаких. Теперь, тот единственный день, который он выберет, он выберет ту возможность соблюсти важные вещи, соответственно от того какой это день будет, от того и будет зависеть то, что он выбирает, от его выбора будет зависеть какой заповедь он выполнит. В конце концов у нас есть емки кур, один из важнейших дней в году. Может быть емки кур он берет и семьей побудет и у него будет возможность соблюдать или пусть это будет ханук он свечки зажжет или пусть это будет просто какой-то шабак чтобы соблюсти. Ну, какой бы вы ответ дали? Будь вы египетским раввином. Емки кур? Я не расслышал. Правильно. Какой ответ был сегодня? Почему такой ответ? По одной простой причине. У тебя сейчас не будет возможности не надевать филин не соблюдать шаббат? И что давайте задумаемся что получается? Для того чтобы соблюсти емки пур ты сейчас будешь полгода не одевать филин для того чтобы соблюсти емки пур ты будешь полгода не соблюдать шаббат у тебя есть сегодняшний день в котором на тебе лежит обязанность исполнить заповедь. Вот сегодняшний день и пользуйся им используй эту первую возможность для исполнения таким был ответ этого равен говорит о том что как только у нас появляется возможность мы ее должны пользоваться а что мы видим из исполнения нашей главы а все было не так так в чем загвоздка почему надо было ждать всех в этом особенность нашего народа не серьезно и это даже не какая-то религиозная концепция посмотрите выдрали теракт да не дай бог где-то там хеврония или еще где-то да ранен человек вся страна переживает об этом человеке вся страна на какое-то время парализуется понятно что это часто и так далее это не какой-то такой внутренний да что отключают телевидение да там лебединое озеро или еще что-то но ну что да да все люди сопереживают посмотрите сразу что происходит зайдите в израильский фейсбук посмотрите у каждого будет пост помолиться за здоровье такого или там ну или просто какие-то сопереживания или по поводу или к семье помощь какую-то организовать или еще что-то как только происходят какие-то события все обращают свое внимание на этого одного человека посмотрите в других странах ну похищено американский солдат чья это будет чьи эти переживания ну семьи близких людей этой семьи в масштабе страны сообщат по новостям в лучшем случае почему да все дело в том что не может быть и речи о какой радости если эта радость она не всеобъемлющая пока есть ситуация что у тебя есть возможность благодарить Бога а у твоего соседа из другого конца земли израиля где еще идет война где еще не завоевали эту землю такой возможности нет никакой масштабной благодарности и речи быть не может индивидуальная благодарность да может быть но это не то о чем здесь ведется речь как мы видим что это заповедь она исполнялась масштабно я лично благодарю Бога это хорошо но по настоящему от всего сердца это может происходить только тогда когда весь еврейский народ в особом состоянии когда у всех есть возможность когда у всех есть где жить когда каждый закончил свою битву за свой участок когда каждый расселился только тогда может происходить такой процесс процесс все объявляющей благодарности Богу а пока этого не произошло никакой благодарности речи быть не может такой интересный комментарий дает любая часть керамбе есть вопросы нет я просто хотела дополнить что все равно даже если краянами нашей Ифраима было расселено все равно мужчины воевали до тех пор пока все земли не были завоеваны все равно же они такое обещание дали что они не зайдут в свою землю пока не воевали все же не все конечно были кто-то кто уже начал расселяться картины вешать у себя в салоне это ровно то о чем это ровно то что говорит любая ческаза керамбе в этом свете что на самом деле не может быть никакого масштабного масштабного благодарения пока в этом не участвуют все пока кому-то нехорошо это это должно затрагивать каждого это первый комментарий который один из комментариев который можно увидеть который можно привести по поводу этого вопроса сейчас дойдем хочу раскрыть тему полностью тогда нам будет легче это перенести на нашу повседневную жизнь ну что перерывчик небольшой да продолжаем пока у нас вопросы есть давайте подведем итог вроде все все складно ну давайте я начну с притчи такой с хасидской истории которая немножко больше раскроет нам свет на на всю эту концепцию был некий человек который отправился в путь дорога лежала через лес была зима холодная и человек заблудился уже начинает темнеть да становится еще холоднее он понимает что он замерзает он идет в поисках какого какого-либо жилища да чтобы хоть как-то согреться найти хоть какой-то домик и вот он уже на исходе видит видит домик стоит горит горит свет там свеча какая-то свеет подходит к этому дому чувством надежды потому что его жизнь по стенах начинает стучать в эту дверь но никто не открывает он понимает что в доме люди есть но так как это зима все настолько заколочено и забито что люди которые уже пошли спать они просто его не услышат и он потихонечку под этими дверями уже из всех сил стучал начинает начинает просто отмерзать терять силы падает бесчувственно падает и вдруг спустя какое-то время он приходит в себя подпрыгивает и начинает танцевать он танцует из всех сил радует счастлив и это все длится до 4 часов утра пока не начинает рассвет рабочие люди стоят рано хозяин дома слышит какие-то непонятные непонятные шум во дворе открывает дверь видится и человек полностью замерз но при этом очень активный очень радостный и он вообще понимает что провести сейчас провести ночь на таком лютом морозе это как бы это явная смесь но человек при этом как-то выжил он спрашивает а чему ты радуешь он уже понятное дело запустил разогрел и так далее он говорит а в чем причина твоей радости он говорит я когда уже когда уже окочурился когда уже потерял сознание и силы я уже начал потихонечку умирать и я уже видел как ко мне приходит ангел смерти забирать мою душу ну гальдина предсмертная и тогда меня осенила мысль что я сейчас умру под дверями бедного человека который утром просто как обычно встанет выйдет на улицу и увидит что у него под дверями труп ну там еще важный нюанс это был еврейский дом да и типа этот еврей он сначала обрадовался ну не столь важно и тогда человек поймет что из-за того что он так крепко спал на его совести смерть этого ни в чем не повинного человека который человек он начнет на протяжении всей своей жизни себя за это ругать укорять может быть он вся жизнь из-за этого изменится он сломает жизнь человеку тогда он нашел себе силы и на последних на исходе последних сил он пытался держать себя в активном пытался быть активным для того чтобы не потерять это сознание не потерять рассудок ну и таким образом он выжил какая мораль из этой сиристины да что что ему спасло жизнь желание не навредить другому человеку да желание того чтобы другой человек не был не сломать жизнь другому человеку своей смерти чужая жизнь ему было гораздо ценнее и важнее чем его собственная и это в каком-то смысле немножко больше раскрывает раскрывает эту концепцию благодарности вот вчера была такая важная хасидская дата в хасидском календаре да 18 лула да еще один рождение кого большим том основателя хасидизма на самом деле это была настолько важная революция в еврейском народе и она и это настолько сейчас я скажу что настолько распространилось среди всего еврейского народа что сегодня нам туда же не обращать внимания в чем была его концепция концепция была в том что до этого весь еврейский мир строился на следующем все нравоучители еврейского народа исходили из того что как говорит Мишна в трактате а вот да что ты пришел из смертной капли да из вонючей капли и вправ ты идешь и ты никто и твоя жизнь ничто и все что будет это ты предстанешь предсудом на этой концепте строился весь юдоизм представьте себе сколько бы людей с таким жизненным подходом сегодня бы практиковали юдоизм наше поколение наше не побоюсь этого слова эгоистичное поколение когда каждый любит жизнь каждый хочет получить от жизни по полному да кого ты замотивируешь с таким подходом еще в большинстве сказали что человека он не ничтожен человек он ценен в глазах Бога каждая молитва которую мы произносим она цена Бога она важна Богу и даже не просто текст любой наш внутренний посыл над любое наше наше чувство которое мы проявляем по отношению к другому человеку по отношению к Богу это все имеет вес и ценность и насколько бы ты не был безграмотным необразованным в плане иудаизма да то есть ты можешь даже не уметь читать молитвенник но при этом твои молитвы которые ты говоришь от всей души они гораздо в большей мере цены Богом чем бесчувственное произнесение каких-то текстов каждый еврей он ценен перед Богом полная полная противоположность того подхода который был до этого и это то изменение которое принес большинство вообще в весе иудаизма на сегодняшний день потому что вы сегодня не встретите никого кто вам будет загружать вас концепцией мусора нравоучения о том что вы никто и ничтожество и по сути в вашей жизни ничего не стоит почему? потому что всем все очень непонятно что что каждый он ценен перед Богом и личные отношения каждого с Богом они цены а иначе зачем мы это все делаем и самые простые наши порывы и посылы которые у нас есть по отношению к Богу они вышли и наши просто взаимоотношения друг с другом они имеют не меньше вес чем наши отношения к Творцу так объясняет тоже большим то как можно любить Бога пока ты не научишься любить другого человека у тебя не получится любить Бога потому что это ровно зеркальные отношения если тебе не удается социально наладить отношения то никаких духовных налаживания отношений с Творцом тоже и речи быть не может и это на самом деле и есть вот этот посыл посыл благодарности который есть в этой заповеди первенка да что Богу важны не только намерения но и поступки хотя намерения сами по себе не имеют большой век да то что человек он взял взял первые плоды повязал их этой ленточкой он все лучшее Богу и он даже может быть ощущает чувство благодарности Творцу за то что он дал эту землю и дал возможность жить на ней но что у нас говорит Тавторе если мы внимательно будем читать текст он говорит подойди к священнику который будет в то время и скажи ему а недостаточно ощущать благодарность тут начинается самое сложное что у нас есть в жизни произнести эту благодарность именно произношение это самый тяжелый процесс который который у нас бывает да мы можем даже ощущать благодарность за то что мы здоровы за то что у нас есть дети за то что семья за то что мы счастливы за то что у нас есть что кушать сказать этого не всегда хватает сил и это и есть сложность этого процесса что именно проговаривание это было важнейшей частью всего этого всего этого яркого и красочного мероприятия, которое происходило. Ну как вам, красивая идея? Но мы остались с вопросом, который поднимался в самом начале. Кто-то еще помнит его? Внутри текста о благодарности мы упоминали какие-то две вещи. Первое о том, как нам было тяжело. Нашему прадцу Якову было тяжело в словам. А второй момент – это когда евреи были в Египте, как им было тяжело. Как нашим предкам было тяжело. Теперь, все, кто присутствовали когда-нибудь на пасхальном цезаре, могут обратить внимание, что это ровно тот же текст, который мы произносим во время, когда мы читаем о году. Это ровно те вещи, которые мы упоминаем, которые происходили с нашим народом. И это интересно, это имеет взаимосвязь. Не спроса именно эти вещи. Еще один комментарий, который на это приводится. Первым мы уже сказали, что они ждали так долго, чтобы каждый в этом участке. А то есть интересный момент, почему именно эти вещи упоминают. что было особенно в ситуации, когда Яков жил у Лавана? Кто помнит предысторию? Он пришел туда, его заставили работать, с ними руками, и поэтому он сказал, что я отработаю это время, семь лет для того, чтобы жениться на Рахеле. И что произошло дальше? Подменили невесту. И он не женился на Рахеле, а женился на Лее. А потом он еще работал, и в итоге он женился на Рахеле. И в итоге у него родилось двенадцать сыновей. Отдельный комментарий. Да, давайте сейчас отойдем от общей концепции и разберемся с этим процессом. У меня есть интересный, красивейший комментарий, который объясняет взаимосвязь между этими двумя случаями, между двумя этими историческими точками. Если бы Лаван не обдурил Яков, что бы было? Он бы женился на своей любимой, на Рахеле, и тогда у него бы родились сыновья от любимой жены. И эти сыновья бы жили дружно, и никто бы ни на кого не держал зуб, и никто никого бы не продал в рабство, и никто бы не попал в Египет. То есть Египет является результатом обмана Лавана по отношению к Якову. История бы сложилась совершенно по-другому. Это отдельный комментарий, который приводит Альшев, такой интересный взгляд на взаимосвязь между двумя самими. Но есть нечто общее между Лаваном и Египтом. Это просто, да, это было в скобках. Почему именно эти два момента упоминаем? Ведь были вещи пострашнее в нашей истории. Были вещи посложнее. Особенность этих двух моментов заключается в том, что когда Яков пришел к Лавану, он наконец-то пришел за нормальной, спокойной жизнью. Он должен поселиться, нарожать детей, создать семью, создать себе какое-то имущество, обрасти имущество, и жить себе спокойно, счастливо. Если бы что? Если бы Лаван не вынудил его бежать. То есть цель всего нахождения в доме Лавана, по сути, она была какая? Стабильная семейная жизнь. Ну, пустить корни, как говорится. А были вещи пострашнее на самом деле. Его в тот же момент его брат хотел убить. Это гораздо страшнее, чем какие-то терки с тестем. А выделяется именно это. И это общая линия, что он хотел там поселиться. Евреи, когда в количестве семилистей душ пришли в Египет, они зачем туда пришли? Поселиться. Они пришли туда за спокойной жизнью. И правда, первое время жизнь была идеальной. Но дальше опять все пошло не так. Именно эти два момента упоминаются здесь. Когда говорится, что, а сейчас мы пришли уже в нашу обещанную землю. Сейчас мы пришли уже к нашему покою. Сейчас мы пришли в место, в которое мы да сможем пустить корни. В месте, где мы можем жить, оно будет навсегда наше. В место, где будет наше спокойствие. И поэтому те прошлые две попытки упоминаются неудачные попытки. Упоминаются отдельные. У них есть общее. А общее это неудачная попытка поселиться в том месте. В каком-то месте. И идеальное решение это уже в полной мере раскрывается, когда евреи приносят первые плоды уже со своей земли, со своего участка. Иногда бывает такое, да, приходите в гости, вас пытаются накормить чем-нибудь и говорят, а это с моей дачи, да, это я собственными руками растил. И какие-нибудь вам интересуют. Синенькие или баклажаны, от которых уже хочется. Ну что, в этом проявляется любовь человека. Он сам растил, сам вынашел. Это его дача. Это наша земля. Это их удел. Удел наших праотцов, которые они сами обрабатывали, сами завоевывали, вели войны. Причем войны это же не шуточные какие-то. Это реально была борьба за эту территорию. Это мы так воспринимаем все, да, евреи завоевали землю Израиля. Ну кто-нибудь вообще задумывает о том, что там кровь проливалась, там война какая-то шла, битва. Это все не просто так. Это как в фильмах показывают сегодня, да, в исторических. Там где все дерутся, там головы летят и так далее. Все не просто. Но ощущение того, что это место навсегда будет твоим, что твой дел, который тебе обещал Бог, я обещал твоим братцам, ради этого все писалось, да, ради этого все делалось. Это есть та самая суть, которая все ведут. Именно это чувство благодарности, оно и должно было наполнять человека. Что везде мы были пришельцами, везде мы были какими-то временно, где-то пытались как-то комфортно расселиться. Но никогда это не срабатывает. А здесь наконец-то мы дошли до этого места, которое будет идеальное для каждого из них. Это ответ на вопрос, почему именно эти две ситуации приводят. Ну как, все сходится? Красиво? Это второй комментарий, который дает любайческий рыб. Интересно, в одной из бесед. Ну давайте, раз мы про любайческого рыбы заговорили. Есть такая интересная история. Рассказывает один из раввинов, я уже не помню где. В каком-то, в каком-то очень экзотическом месте. В 80-х происходила эта история. К нему в гости зашла группа израильских туристов. Совершенно светских людей. В чем таких? По виду видно, что активно светских. Да, даже не сочувствующих. И вдруг один из этой группы приходит к раввинам. Он говорит, Ребе, а какое у вас расписание молитв? Он говорит, ну вот есть как бы утренняя молитва. Там востолько-то, дневная, востолько-то и так далее. Что думает раввин? Совершенно светский парень. Если ему нужны молитвы, наверное, ему надо читать Кадиш по отцу, может быть. Даже светские люди, они читают поминальную молитву по родителям в первый год после кончины. Это то, что приводит людей в синагогу. Может быть, ему просим молиться. Судя по его внешнему виду, не особо нужно. Ну вот отдать память, отдать дань умершему, может быть, да. Ну вот парень не прекращает, он говорит, а кошерный магазин вот здесь где? А он не выглядит как человек, которому нужна кошерная еда. И у раввина, понятное дело, накапливается интерес. Что это за такой странный молодой человек, который выглядит совершенно светски, но при этом ему крайне важны все аспекты религиозной жизни. Он говорит, вы знаете, я, он говорит этому раввину, сейчас у меня нет времени все рассказывать, но я своей жизнью благодарен любайческому раввину. Ну тут он вообще, да, он посланник любайческого раба, тут приходит и говорит, что я живой благодаря Рыбе. Ну тут заинтриговал и ушел. Раввин ему в конце говорит, сейчас у нас Ханакас наступает через несколько дней, будет мероприятие, ну приходи, пообщаемся в более непринужденной обстановке. И тогда приходит молодой человек на это мероприятие и начинает рассказывать руку. Мой отец был дипломатом в Вашингтоне, израильским дипломатом. Реальная история? Опять же, детали этой истории из моего представления могут быть даже не целенаправленно придуманы, как любой пересказчик. Но в основе лежит реальная история. То есть не хватайтесь за нюансы, а тут я сразу говорю, что я пересказчик такси. Соответственно, возвращаемся на 20 лет назад, рассказ, который происходил в Вашингтоне. Его отец был дипломатом. И тогда как раз в Израиле произошла эта операция Энтеба, если кто знает. В общем, Израиль праздновал победу в определенной армейской акции. И весь еврейский мир тогда это очень радостно воспринял. И, соответственно, они как дипломаты Израиля в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Может, в Вашингтоне, я не знаю. В общем, устраивался динер по этому поводу. Не знаю. Окей. Устраивался динер по этому поводу. Какое-то большое событие. Соответственно, все эти богатые американские евреи, которые от всей душой жертвуют на Израиль, они участвовали. Все было очень ярко. Там все эти звезды, большие богачи. Все собрались на это мероприятие. А он тогда был маленьким мальчиком. Ну, его отец дипломат. Он говорит, папа, у меня болит голова. Ну, долго готовились к этому мероприятию. Мало спал, там еще ребенок, там это все суматоха. Наверное, утомился. Он говорит, поезжай домой, отдыхай. Он поехал домой. Закончился банкет. Отец приезжает поздно ночью домой. После этого банкета сын не спит. Он говорит, папа, я не могу заснуть, мне болит голова. Он говорит, ну, давай тогда таблетку аспирина, головной боли, что-то выпьем. Выпили таблетку, ребенок всю ночь не спит. Ну, что делать? Везут ребенка к врачу. Врач осматривает и говорит, ну, наверное, какой-то вирус. Вирус вирусом, но головная боль не проходит. И антибиотики не помогают. Тогда везут ребенка на МРЦ. Выходит доктор к отцу и говорит, что у ребенка в голове опухоль. Ему осталось пару мусором. Ну, понятное дело, что происходит с родителями. Родители убиты, разбиты. Они понимают, что последние дни с их любимым сыном надо их как-то сделать счастливее и радостнее, и не устраивают тулов по всем развлечениям. Ездят по всей стране, колесят, развлекаются. Ну, чтобы смягчить как-то, а ребенку от этого легче не становится. Чтобы как-то хоть разукрасить эту боль, как-то смягчить эту боль, не устраивают ребенку такие радостные события. И тут в процессе одного из таких путешествий по Америке, судя по всему, они встречают каких-то каких-то молодых хабатских мальчиков, которые предлагают то ли надеть ему тфелин, то ли еще исполнить какую-то завтрак, ведь на улице случайно. И как-то слово за слово они говорят, ты должен обратиться к Рэму за благословение. Ему терять уже нечего. Он хоть человек и светский, но ни врачи, никто не может ничего хорошего прогнозировать. И это все происходит накануне, накануне Йом-Кипура. Канун Йом-Кипура, синагога, центральная хаббатская синагога в Бруклине, она бедхума заметит, там тысячи людей. Он приходит со своим сыном на молитву, места нету, молитва Йом-Кипура идет долго, мальчику уже становится скучно в какой-то момент, он ему говорит, иди погуляй, пока идет молитва, уже бледится к концу. И тут происходит совершенно уникальная вещь, прецедент, которого не было за всю историю никогда. Хаббатская Рэба останавливает молитву, молитву Йом-Кипура, причем кульменционный момент, и говорит, я хочу, чтобы здесь, а там все строилось так, что было некое возвышение, где молился Рэба, такая платформа, то есть все молились чуть ниже, Рэба чуть выше, и с ним еще какое-то количество близких пожилых хасидов, приближенных пожилых хасидов, и говорит, чтобы все дети поднялись на это возвышение, которое есть синагоги. Вот сейчас должна быть кульминация молитвы, срубить в Шафар на исходе Йом-Кипура, и собираются все дети, ну, понимаете, тысячи людей в синагоге, битком набито, их там через головы передают, они там по плечам идут к этому возвышению, пока как-то все начинают собираться. А Рэба не начинает, а Рэба говорит, нет, я хочу, чтобы все дети собрались. И вроде по синагоге сейчас собрались. И тут он понимает, что его сын, он там на улице где-то играет. И он бежит за своим сыном, его как-то передают там на руках к этому возвышению, и тогда начинается молитва Авину Малкейну, одна из завершающих системы Йом-Кипура, да, Отец наш, Владыка наш, и дети, которые стоят максимально близко к Рэбе, лица Рэба не видно, потому что Рэба накрыт Талита. Талита над своим молитвенником никто не видит. Но дети, которые стоят максимально близко, слышат, как Рэба рыдает. Рэба плачет. Непонятно, что происходит. Никогда такого до этого не было. Рэба плачет. Кончается молитва, трубят шафар, Рэба поворачивается к детям, улыбается им широкой улыбкой и благословляет их. Молитва закончена. Принято, что на исходе Йом-Кипура, когда кончается молитва, поют такой очень жизнеутверждающий марш, вот закончился наконец-то суд, такая красивая мелодия, и вся синагога трясется, танцевать невозможно. Там все пятком, ну как-то максимум прыгают немножко. И тут надо сливоноть, и все закончилось. Они едут обратно домой. Проходит ночь. На утро сын приходит к папе и говорит, папа, я спал. Впервые за несколько недель он нормально проспал ночью. Говорит, ну, отец, понятное дело, счастлив, доволен. У нас есть ученик приходит и говорит, папа, я спал. Проходит неделя. У ребенка прошли совершенно все его боли и все его проблемы, которые у него были. Они индивидуальное МРТ. Сканируют. Врачи говорят, или мы тогда ошиблись, или мы сейчас ошиблись. Но у вашего ребенка ничего нет. И тут вторая часть истории. Все израильские послы, которые находились в то время в Нью-Йорке и в окружающих штатах, у них была такая традиция, что во второй день Симха Стоера, так как это два дня праздника, два дня праздника только за границей. В Израиле один день. Теперь, они, как жители Израиля и как послы Израиля, они отмечают один день, как жители Святой Земли. То есть у них второго дня нет. Так вот, уже была из года в год традиция, что все вот эти послы, они выезжали уже на машинах, так как у них уже праздник закончился, они ехали к Любачевскому Рэбе, как раз это возвышение, Рэбе отдельно им накрывали стол, у них была возможность пообщаться с Рэбе, вызывать вопросы. Нетаньяу очень часто, когда он еще был послом, он любит рассказать историю, как он был у Рэбе на Симхасты. И вот, собрались эти послы. И этот мужчина, который дипломат, он был в свите сопровождающий посла, вместе со своим сыном. И тогда этот мальчик, когда уже все происходило, подошел к Рэбе и говорит, Рэбе спасибо вам. Понятно, что мальчик не знал ни про опухоль, ни про что. Он только ощущал, что ему больно и плохо. Понятно, что родители ему не рассказывали, что ему осталось жить так несколько дней. Но когда это все прошло, мальчик хорошо сказал, спасибо вам Рэбе. Да, это было настолько явно, что нельзя было не связать эти две вещи, что происходило в Йон-Ки-Фур и выздоровление ребенка. А что Рэбе ему сказал? Он говорит, спасибо, надо говорить Богу. Это вот дело. Во-вторых, та благодарность, которую ты можешь проявить, она проста. Просто. Никогда не забывай о том чуде, которое тебе сделал Бог. И этот парень сегодня уже, хоть и не религиозный человек, но при этом, при любой возможности, он кушает кошельную еду, он заходит в синагогу всегда на молитву и так далее. То есть, почему эта история? Она, конечно, очень трогательная и красивая, но почему она? А тут важен ответ Рэбе на эту ситуацию. Во-первых, сказать спасибо, отблагодарить, это крайне важно. Вопрос только, а что дальше с этой благодарностью происходит? Сказал спасибо, закончили. Да, на этом вроде бы все остановится. Нет. Настоящая благодарность, это крайне эту благодарность, проносишь дальше. Вспоминаешь о ней постоянно, постоянно ее чувствуешь. Да, можно отблагодарить человека и сказать ему до свидания. Все, на этом закончили. Искренняя благодарность, это благодарность, которая остается навсегда. И в этом главный ключ к этой идее, о которой мы сейчас говорим. И это не только между человеком и Богом, но и в наших людских отношениях ровно в той же мере это все работает. Благодарить Бога за то, что он нам дает, в первую очередь. Ну и соответственно с людьми точно так же. По тому же, по той же схеме, которая работает. И да, нам тяжело это делать, и да, крайне неприятно, и да, мы не привыкли, но над этим надо работать. Как это сделать? Это уже общих советов нет. Это индивидуальная история каждого человека. И это есть общий посыл этой главы. И под конец я хочу прочитать интересный комментарий Рамбана, который на самом деле отвечает на самый первый вопрос, который мы задали. А его, наверное, уже все задали. В самом начале у нас был вопрос. У мышей это заключительная речь. Это последние вещи, которые он транслирует еврейскому народу и перед своей смертью, и перед тем, как они зайдут в Святой Зим. Он не мог говорить о чем-то более масштабном, более глобальном. На этот вопрос отвечает Рамбан. Сегодня Бог Всесильный Твой повелевает тебе исполнять. Комментирует Рамбан. И так Муше завершил разъяснение Торы и изложение заповедей, которые Бог повелел ему передать народу. Поэтому Муше сказал, «Сегодня Бог Всесильный Твой повелевает тебе исполнять все установления и законы эти». И дальше объясняет Рамбан. Вся суть, которая заключалась в этом посыле, она на самом деле в том, что Муше говорит не о глобальных заповедях, а о тех заповедях, которые относятся конкретно, индивидуально к каждому. Потому что заканчивая на неком общем посыле, ты всегда вроде бы говоришь ко всем, но при этом вопрос, как это относится к тебе лично. Муше говорит две конкретные индивидуальные заповеди, которые относятся к каждому. Но эти индивидуальные заповеди, в том числе наша заповедь с первенками, она является конкретным посылом каждому человеку. И это и есть кульминация всей речи Муше. То есть главное вообще, ради чего это все говорилось, главная суть обращения Муше, она завершается чем? Нужно быть благодарным. И это и есть главная идея. Да, что не глобальных вещах мы говорим. Мы говорим о конкретных вещах, которые относится к каждому человеку. Ну? А можно ли благотарность творить? То есть мальчиками, они как-то, когда они делали благотарность, и все это приделали, они там уже, и все, и все, и все, и все. Все-таки благотарность и все, и все, и все, и все, и все. Тут же нужно... Тут вопрос, в чем благодарность? Да, у него благодарность не заключалась в том, что вот теперь я благодарен Богу и буду религиозным человеком. Его благодарность заключалась в том, что в любых жизненных ситуациях, находясь даже там где-то, там непонятно где, он все равно не прекращал свою связь с Богом. Хотя, может быть, общие какие-то, общие вещи, они не были расположены к этому, да, там где-нибудь там в Камбодже, не так просто соблюдать кашрут и ходить в синагогу. А он старался, находил. То есть, на самом деле, не бывает благодарности наполовину. У него это была благодарность на сто процентов. Просто она проявлялась таким образом. А у каждого благодарность она по-разному будет проявляться. Это же... Индивидуально. Как мы видим, с многими людьми происходят чудеса. И то, что человек не стал на... не стал соблюдать полный комплекс заповедей, это еще не говорит о том, что неблагодарный. Каждого. Благодарность проявляется индивидуально. Какое-то, может быть, даже в одной вещи. Оценивать благодарность. Оценивать благодарность. Да и дело. Муши обращаются лично к каждому. И говорят, как мы сказали в самом начале, а сколько этих фруктов нужно принести? А это уже на тебе. Это уже ты сам оцениваешь. И никто тебе не может прийти и сказать, а ты неблагодарный. Это твои отношения уже. Твои отношения с Богом. Ну или с другим человеком. Никто тебе не скажет, что ты неблагодарный, если ты не сказал спасибо жене за ужин. Но нужно думать в этом направлении. Вот. Ну, как-то так. Если есть вопросы, самое время. Ну, безусловно, благодарность должна привлекаться в конкретике. Ну, это то, что мы видим. Что нужно сказать. Не просто почувствовать. Не просто протранслировать. Конкретно поставить эту корзину с этими фруктами и сказать, я благодарен тем Богом, что ты привел меня в эту землю. То есть, просто то, что тебя распирает в благодарность, это, конечно, хорошо. Но это не совсем благодарность. Она будет проявляться только на каких-то конкретных действиях. А как вы думаете? Ну, у меня нет уголовья, я могу не съесть. А посыл, он не фруктов? Нет, ну, я говорю, что конкретно, там, сипасит. А храма-то нет. Как сегодня? Сегодня нужно исполнять посыл, а не детализацию. У нас нет возможности сегодня выполнять эту заповедь в том виде, в который она отлучена. Но при этом, даже, наверное, немножко неправильно так сказать, но даже не в этом суть. Суть-то она в основном в посыле. И этот посыл распространяется не только на эту заповедь, а глобально на всю жизнь. А как в течение жизни быть благодарным? Ну, я думаю, тут уже каждый справится с этой задачей. Если хотя бы поставить перед собой цель, то точно поймет, кому и за что он должен быть благодарным. Это самые банальные и простые вещи. Я смотрел одно видео с Любавичским Рэбом. Причем, я обратил внимание, что когда снимали Любавичского Рэба, когда он принимал евреев, его снимали с одной точки. Чтобы было видно лицо того человека, который приходил к Рэба. И вот к нему приходит кардинал, но по всей видимости священник. И говорит, ну вот я еврей, но я, там, моя душа, я впустил в душу Христа. И он говорит, ну, ты еврей, но он говорит, ну, тебе нужно стать евреем. Он говорит, я и так еврей, но вот я, моя душа. В общем, он, так, безапелляционно все это, он говорит, самое главное, ты живи, как ты считаешь нужным, но самое главное, ты не забывай, что ты еврей. Вот это в душе твоя должно быть всегда. Да, это, а значит, было 70-е или 80-е годы, или 70-е. С клика сидит старик без зубов, в столице, читает баруха, тоа, дунай, и там, 2013-2014 годы. Он с внуком почитал. То есть внук, ну, внук в теме, он дедушку учит, значит, что сидит баруха, тоа, в столице. Благодарны? Ну, я думаю, каждый знает то, что. Кого и на что он должен благодарить. Подсказки не работают. Дюше. Спасибо.